Это Махарлэй, это Махарлэй, это Махарлэй, это Махарлэй. Мы продолжаем наши выпуски из Вечурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Мы в гостях у братьев Калашниковых. Братья Калашниковы, привет! Привет! Мощные, как автоматы. Привет! О, боже мой! Давайте знакомиться. Меня зовут дядя Коля, а тебя зовут? Артём. А тебя? Андрей. Андрей. Вот вы родные братья? Да. Кто из вас старше? Я. А мне кажется, Андрей. Я средний. Ты средний? Ты самый старший? Да. А кто самый младший? Ну, наша сестрёнка, Саша. Она как бы в Устьёнке, в городе. В городе. А из тёнки? Она ещё совсем маленькая. Ага. Нет, три и два года. Ей два года? Она к вам приедет? Чуть-чуть попозже, да? Ага. А ты средний. И сколько же лет среднему? Шесть. Шесть. А тебе? Восемь. Восемь. Артёму восемь и шестнадцать. Ты в этом году пойдёшь. Расскажи, пожалуйста, вот, готов ли ты к школе? Ты понимаешь, что школа – это на долгие-долгие 11 лет? Угу. Вот что чувствует первоклассник, когда идёшь в школу, расскажи? Счастье. Счастье? Ну, наверное, я тоже чувствовал. К сожалению, уже не помню свои эмоции, когда шёл в первый класс. А вот ты помнишь свой первый класс? Угу. Когда это было? Ну, когда был праздник. Праздник, мы всех поздравляли, воспитателя узнали. И как бы воспитатель, учитель нам сказал, сегодня мы не учимся, а просто ремейка была. А на второй день уже все, все получили как бы по пятёрке. Все получили по пятёрке? Угу. Это было наше счастье. Сразу авансом выдали по пятёрке. Здорово. Скажи, пожалуйста, на какие оценки ты готов? На пятёрке. Только на пятёрке? А если будут двойки или тройки, ты будешь расстраиваться? Будешь расстраиваться. А ты расскажи, как ты, Артём, учишься? Хорошо, только одна тройка. Хорошо, только одна тройка? Как, в принципе, у меня. Андрей, расскажи, кем ты хочешь стать в будущем? Я каратистом. Каратистом? Для чего? Чтобы спасать всех. Чтобы всех спасать? Защищать братьев и сестрёнку, да? А что нужно для того, чтобы стать каратистом? Хотеть у вас занятия. А у вас есть занятия в вечере? Да. Есть. Есть? Ты запишешься. Ты запишись хорошо, и у тебя всё получится. А ты кем хочешь стать? Омоном. Омоновцем? Молодец. А почему ты хочешь стать Омоновцем? Что тоже спасать людей. Чтобы защищать, да, людей? Ну, вы, ребята, молодцы. Вы хотите стать сильными, смелыми, храбрыми защитниками отечества своего. Расскажите, пожалуйста, о своей жизни. У меня в жизни как бы всё отлично. В школе никто меня обижает. Дома я быстро сделаю уроки и пойду. Маме помогут, папе и друзья позовут. Друзья позовут играть, да? А вы, ребят, вообще давно здесь живёте, в этом доме? Год. Год. Один год? Угу. Уже на протяжении года вы здесь. Как вам здесь? Нормально. Очень нормально. Что здесь бывает интересного? Ну, на Новый год подарки дарят. На день рождения могут подарить. Могут когда спонсоры проехать. Или ещё что-нибудь. Праздники. Праздники здесь отмечаем. И мероприятия. Разные мероприятия. Что-то дарится время, да? А вы, говорят, ездили на Байкал? Да. Вот расскажите, понравился на Байкале? Очень. Он такой как бы бесконечный. Бесконечный. Как что? Угу. Как небо? А вы купались в нём? Да. В этом бесконечном Байкале? У него... У него... А в чём-то самое я вот тут, а? С бомбочки. Там вода и холодная была, и тёплая. Маленько холодная и маленько тёплая. Ага. Ну, когда у нас тёплая, мы можем нырять бомбочкой и нам разрушать. Только аккуратно. Ага. А когда у нас холодно, то только покупаться. Ну, бомбочку тоже можно. Ага. Здорово. Это откуда-то вы привели бомбочки? Ну, там... С пирса или что там? Да, с пирса. С пирса привели? Угу. Там такие тушки есть, и всё. Брёвники цельные. И, типа, с них можно прыгать. Радом, где не было больших камней. И вот. Прыгаем, прыгаем. Сначала было страшно. Но потом, когда я попробовал, уже стало нормально. А вот расскажите ещё что-нибудь про Байкал. Там какой песок? Там песок. Вот есть, где перцы, да? Там есть такие камни, камушки. А есть, где там специально такие рельсы. Вот так рельсы. И тут какой-то домик у нас был. Там идёшь, идёшь, идёшь. Я зашёл по головочке. Ну, там вообще далеко я ушёл. А там не было по головочке. Угу. Вот. И там уже мягонький такой песок, да? Начинается. Мягонький, да. Такой, идёшь, идёшь в тапочках. Ага. Потом уже охота так тапочки снять. Песок же. А вы, ребят, плавать умеете? Да. Какие же вы самостоятельные. А вообще, вы, ребята спортивные, да? Я наслышал на вас. То, что вы любите спорт. Угу. Какой спорт вы любите? Я люблю спорт бег. Ага. Прыгать. Ещё где-то там. Где-то состязания такие у нас в школе есть. Такие специальные. И я всё время в них участвую. Ага. Какие состязания, ты сразу там. А ты, Андрей? Я люблю бегать только. Ты легкоатлет. Чемпион по лёгкой атлетике будешь потом. А вот среди своих сверстников, среди своих ровесников, ты быстрее всех бегаешь? Ну, быстрее всех. А. У меня, вот когда мы бежим по кругу, вот, да, ну, где-то три-четыре, я где-то пять раз первый пробежал, потом. У меня есть первое место, второе и третье. А вот, Андрей, ты каким прибегаешь? Вот за братом сразу же или? С оплатом. С обратом сразу же. Угу. То есть, ты чуть-чуть отстаёшь, да, по скорости? И тебе нужно, чтобы просто повыше встать немножко, да, чтобы… Это ванце я. Угу? Ванце я и так бегал, а петей быстрее. Ты теперь быстрее бегаешь? Угу. Угу. Это с чем связано? С тренировками, наверное? Угу. Часто тренируешься? Ну, вот как, выходим на улицу. И сразу начинаете бегать? Угу. Я желаю вам, чтобы у вас всё, результаты были лучше и лучше, чтобы быстрее и быстрее бегали, становились каждый раз сильнее, чтобы осваивали каратэ, чтобы стали сильные-сильные, прямо мощные-мощные, вот с такими бицепсами. Хорошо. Расскажите, вот вообще, что… чего бы вы ещё желали вообще в жизни? В жизни? Чтоб побыстрее нас забрала мама. Побыстрее забрала мама? Угу. Угу. Что вы мне покажете? Как мы нарисовали вчера рисунок. А, рисунок как нарисовали. Здорово. Ну что ж, дорогие зрители, мы сейчас отправимся в комнату творчества вместе с братьями и калашниками. Давай, ребят, хлопнем и через хлопок там окажемся. Раз, два, три. Опа, и мы здесь. Это была магия монтажа. Ладно, вы потом в передаче поймёте этот юмор. Вот мы сейчас посмотрели, как вы собираете, как. Вот ты, Артём, собрал огромный творец, огромную пагоду. Расскажи, пожалуйста, что это такое? Какое это такое на крыше стоят? Ну, как бы этот дом ниндзи. Так. Они спасают людей от всяких злодеев. Угу. И этот дом они построили так, построили, чтобы, как бы, его... Это традиция мастера кунг-фу-дракона. В традиции мастера кунг-фуа, они его построили тут дом? Да. Шикарно. А какие у них есть способности у этих ниндзи? Например, у зелёного есть зелёный шар, у красного есть красного, у белого он как бы робот. Он может построить хоть что. А, он строитель? Да. Вот это такая суперсила. Так, чёрный. У него есть свой молот. Он может... Как кутора? Да. Синий. У него есть специальная такая штука, махать и убивать, всех связывать. А самый последний – это сенсей. Сенсей? Классный лайковый. Да. Вот этот вот с белой бородой, он сенсей, да? Да. Он сам... Он сталше всех. Старше всех? Да. Он как бы самый главный. Угу. А как он стал сенсеем? Почему он сенсей? Потому что у него борода белая? Нет. Ну, потом... Как бы... Его назначил этот... Вон... Воин дракона. Его назначил воин дракона? Да. Ага. Хорошо. Ну, здесь свою обязанность. Угу. Ну, я тебе скажу, это шикарная постройка. Я вот в детстве сколько лего не играл, а вот так красиво ещё не строил. Ну, я и... Эй, сейчас ты не строил. Шикарно. А вот ты, Андрюш, тоже сделал поделку. Покажи, что это такое. Покажи на камеру. Так, подними. Что это такое? Это улыбка. Улыбка? Угу. А кто здесь улыбается? Я. Я. Ты улыбаешься. А почему люди улыбаются? Дарит счастье. Что латы? М? Латы. Латы? Он говорит, дарит счастье. Ага. Дарит счастье, да, улыбка? Вообще, а насколько часто ты улыбаешься, Андрей? Часто или редко? Когда захочу. Когда захочу? А ты можешь вон по камеру улыбнуться? Сидеши. Хе-хе-хе. Что ты нарисовал, расскажи? Это семья. Семья? Моя любимая. Угу. Твоя любимая семья. Угу. Кто здесь нарисован? Здесь нарисован... ...папа, мама и как бы сестра. И сестра. Ага, типа они сфотались, а мы с Андреем пошли гулять. А вы пошли гулять. Угу. Со стороны их увидели. Угу. И мы увидели, что их сфотали. Что их сфотали. Ага. Угу. И вот эта красивая радуга над ними, да? Угу. И солнышко светит. И цветочки растут. Кустики, деревья. Кустики, деревья. Здорово. Давай положи, пожалуйста. Угу. Сейчас давай знаешь, что сделаем. Угу. Давай добавим этому рисунку цветов. Давайте. Давайте. И насчет трехлопных. Раз, два, три. Оп. И у нас появляется в кадре волшебный сундучок от компании Polinom, которая помогла нам сегодня к вам приехать. Они стали организаторами данной поездки. И здесь есть очень классный набор карандашей. Волшебный сундучок мы убираем. Прямо помните, как Амаяк Акапиан. Волшебный наш Рахат Лакумыч. Всегда мечтал, как он сделает. Давайте посмотрим, что здесь есть, что за карандаши. Вау. Это специальные профессиональные карандаши, с помощью которых мы сейчас раскрасим твор, Артем, рисунок. А как зовут его? Его зовут... Это как папа, иногда. Ага. И его зовут Саша. Саша? Да. Как нашу сестру. Как вашу сестру. Ага. А как зовут ее? Маму зовут Нина. Держи. Цветочки разукрашивать нужно. А, ты дерево разукрасил. Еще вот это нужно. Ага, листву, да? Шарики здесь, вот. И здесь сердечко есть. Поменьше шарик, а есть такой. Ага. Вот такая вот семья мечты у нас. Самая... Самая любимая, да? Угу. Еще сестерки здесь рисовали. Да, мы потом еще дорисуем. Ты пока дорисовывай. Да, пока дорисуем. А у меня, ребята, для вас есть пару подарков от компании Полино. Теперь у них еще и сердечки, да? Так. Стоп. Угу. Ну что ж, подарки для вас. Ребят, большое вам спасибо за то, что вы пригласили меня на передачу. Это я у вас был в гостях. Спасибо большое за то, что рассказали себе, за то, что все показали. Показали свое творчество и таланты свои. Бурят ТВ, компания Полино. Мы хотим наградить вас призами, такими вот памятными. Для тебя, Андрей, вот такая вот книжка. Посмотри. Это мой объемный атлас. Мира. Мира. Абсолютно правильно. Давай, смотри, в чем ее фишка. Открывай. Смотри, здесь страны все. Наверх открывай. Здесь можно посмотреть, что там под картинкой и почитать все. Ты уже умеешь читать? Но ты скоро научишься, да? Уменьше. А тебе вот такая вот книжка с динозаврами. Держи. Поязычай ее. Поязычай только от этих динозавров. Смотри, здесь можно делать сканирование. Так вот, скелет динозавра, смотрите. Ага, двигай ее вправо-влево. Прямо как сканер. Ребят, большое вам спасибо. Мы желаем вам здоровья, удачи, успехов в учебе. Пускай у вас все будет хорошо. Пускай ваши все заветные мечты исполнятся. Спасибо. И давай в эту камеру скажем до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok